Ну вот и на месте. Опа-на. Нам, пожалуйста, бокальчик пивка и сок. Апельсиновый. Апельсиновый. Первый поход с сыном в бар? Да нет, это не сын, это мой племян, Лёха. Короче, прочитал в интернете, что, мол, одиноким мужчинам больше везет с женщинами. Ну, а у них там материнский инстинкт или что-то еще там просыпается. Ну, короче, эта штука работает. Вот решили сегодня вместе поохотиться, да, Лёха? Ну, тогда удачной охоты. Ага, спасибо. Держи. А, да, извини. Дядя Горь, я еще сока хочу. Куда еще? Ты уже шесть стаканов вдул. А я еще не одной. Дядя Горь. Чего? Я писать хочу. Блин, то пить, то писать. Короче, давай будем работать по плану. Мы договорились, что сначала мы дяди найдем тетю, а потом все остальное. Окей? Здрасте. Берман, мне Маргарита. Здрасте. Меня Егор зовут. Одинокий отец вот этого симпатичного паренька. Яна. Очень, очень приятно. Пап, Егор, я очень хочу. Да тихо ты, терпи, иначе я тебе эту машинку не купила. Воспитываю его один. Стирка, глажка, готовка. Все на мне. Ребенок каждый день просится к маме, плачет. У меня сердце крови отливается. А вы такая светлая, добрая. Может, вы нам чем-то сможете помочь? Может, вы нам станете мамой? Пап, Егор, я больше не могу. Супер, не мальчик. Ну, вы знаете, я как бы мамой не стану, но я могу чем-то вам помочь. Так, может, поживем какое-то время вместе? Можем у вас, можем у нас. Лучше у вас, потому что у нас ремонт. А, Егор, я больше не выдержу. Да потерпите, я тебе сказал. Ну, я не знаю, это просто как-то так неожиданно. Нет, ну, если вас смущает пацан, то он может пожить дома сам. В смысле, как, а один? Ну, да, ну, кто-то должен контролировать строителей, да? Ну, не знаю, напишите адрес. Ну, можно бумажечку, ручку? Секундочку. Улица Александра Зиньковского. Ага. 55. Все, поехали. Куда? К нам или к вам? Лучше к вам. Потому что моя мама его дома прибьет. В смысле, какая мама? Моя мама его сестра. Она его выгнала из дома за постоянные гулянки. Да что ты такое говоришь, сынок? Вот она взял меня с собой, чтобы познакомиться с какой-нибудь телочкой. Сынок, ну что за глупости? Я тебя просил, отпусти меня в туалет. Теперь поехали домой. Стиркой займешься, папа. Извините. Я не телочка. Знаете, кто вы? Знаете, кто вы? Профурсетка. Знаете что, Софья Николаевна, это неправда. Я нормальная, в отличие от вас, которые ставят специальные двойки своим учебникам, чтобы они ходили на дополнительные уроки. Все, что ты, ты. Прекратите. Успокойтесь, коллеги. Вспомните, где вы находитесь. Это все-таки цитадель знает. Это вы Сави Николаевны, пожалуйста, объясните. Потому что она первая начала. Что? Я первая? Да. Это, между прочим, я предложила просто с вами поменяться уроками местами. А вы набросили с нами кулаками. Послушайте, что она говорит. Просто поменяться уроками. Чтобы я свой урок эстетики поменяла на какую-то там странную историю. Софья Николаевна. Что? Я прошу вас, успокойтесь, пожалуйста. Елена Павловна, прошу вас, покиньте нас. Нам нужно поговорить. С превеликим удовольствием. Мне чуждо сидеть с такими людьми. Господи. Софья Николаевна. Что? Я в последнее время за вами пристально наблюдаю. И хотел с вами поговорить. Я заметил, что вы в последнее время слишком раздражительны. Кто раздражительный? Я раздражительный? Посмотрите на меня. Я нормальный человек. С чего? Ну вот, даже сейчас вы раздражены. Этот глаз, он похож на нервный тик. Все причина вашего состояния мне лично ясна. Что? Да, в принципе, любой человек, кто на вас посмотрит, поймет это. Я понимаю, что вы наверняка давно этим не занимались. С чем этим? Ну, тем, что делают люди. Многие люди, ничего в этом зазорного нет. Это нормально. Поверьте мне, как только вы займетесь этим, вам сразу полегче. Я бы с удовольствием. Ну, понимаете, я одинокая. А самой оно как бы неинтересно. Ты надоела уже. Я понимаю, Софья Николаевна. Если у вас не с кем этим заниматься, то я могу составить вам компанию. Правда, вы? Почему бы и нет? Мы можем это сделать прямо здесь и сейчас. Рабочий день уже окончен. Почему бы и нет? Жора. Софья Николаевна. Жора. Софья. Жора. С вами все в порядке? Да! Я, представь, тетрадки забыла. Точно все хорошо? Хорошо. Николай. Мой личный рекорд. О, господи. Вообще-то я предлагал вам выпить со мной. А, да? Ну, в принципе, это тоже неплохой способ избавиться от стресса. А вот я пока что стресс сняла. Не до конца. Жора. 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 Софья. Жора. Софья. А, ну что вы делаете, молодой человек? Девушка, успокойтесь, вы в надежных руках, я вас спасаю. Да чего вы меня спасаете? Я собиралась просто поплавать. Это у вас шок после того, когда вы тонули. Я не тонула, я ныряла. Видел я таких ныряльщиков, всплывает потом через три дня. Так, все, отпустите меня. Успокойтесь, вам надо сделать искусственное дыхание. Не нормальный какой-то, идите отсюда. Я спасатель, я делаю свою работу. Идите, спасайте в другом месте. Ты муж какой-то, маньяк просто. Девушка, я заметил, вы полтора часа ничего не пили. Опять вы? Что вы от меня хотите? На такой погоде нужно пить каждые полтора часа. Слушайте, мужчина, я вас прошу, отстаньте от меня. Моя обязанность следить за здоровьем посетителей пляжа. Надо выпить. На бродешафт? По желанию, но надо выпить. Какой вы назойливый. Ладно, выпью, лишь бы вы оссали. Это же вино. Способствует кровообращению. Очень полезно. Я знаю, я спасатель. Мужчина, я по-человечески вас прошу, пожалуйста, отстаньте от меня. Я просто делаю свою работу. Вот и делайте свою работу в другом месте. Мужчина. Девушка, солнце в зените, вас надо намазать кремом. Что вы делаете, молодой человек? Расслабьтесь, я спасатель, я лучше знаю. Я говорю, не надо меня мазать, не трогайте меня. Ну что вы делаете, ну правда? Ну перестаньте. Вы что, больной? Я не понял. Это что здесь происходит? Егорушка, вот объясни этому придурку, чтобы он меня не трогал. Вначале он меня лапал в воде, потом споить пытался, а теперь вот, лапает здесь. Чего? Вы меня неправильно поняли. Я спасатель, я заботюсь о посетителях пляжа. Хотите, я вас спасу или намажу? Слышь, ты спасатель, спасайся. Ну что, спасатель, теперь я здесь спасатель. А ты плыви. Плыви, я сказал. Помогите, помогите, помогите. Не могу. У спасателей сейчас обед. Чего сигналим? Ой, в общем, такое произошло, такое произошло. В общем, у меня беда бедовая. Понятно, что случилось? У меня, у мужа деталька отпала. А, ну это вы правильно сделали, что ко мне приехали. У меня такая деталька, что не отпадет. У меня муж, когда узнает, что от его машинки деталька отпала, он меня убьет. Так, машина. Да. Так, что там отпало? В общем, я еду и слышу звук такой. Бац! Я остановилась. Выхожу, я смотрю, деталька лежит. Ну я ее с собой взяла, вам ее показать? Конечно, показывайте. Ну вот, деталька, она очень нужна, правда, да? Да, это очень важная деталь в автомобиле. Силикатная. Ну это что? Да. А сколько она стоит? Ну деталька такая увесистая, тяжелая. Гривен триста. А, так это нормально еще, дешево. Вот, возьмите, пожалуйста. Знаете, у меня еще одна деталька от Павла. В общем, я еду и такая... Бум! Да! И в общем... А вы профессионал, вы сразу знаете, я вам сейчас ее покажу. Показывайте. Ё-моё, неужели такое бывает? Вот. Это очень страшно. Я вообще даже не представляю, как вы к нам без этой детальки сюда вообще доехали. Это, наверное, потому что мне очень везет. Да, наверное, потому что у вас система безопасности хорошая. Ага. Ну вот это, конечно, деталька затянет. Да вы что? Угу. Намного? Ну вот что здесь за буква написано? Хэ. Вот. Это самая дорогая деталь в автомобиле. Ой. Готовьте тысячу гривен. Хорошо. Ха-рошо. Сейчас. Вот, пожалуйста. А еще я выезжала из гаража, и тут как... Бум! Прям бам. Вы знаете, я еду, а там что-то шкрипит. Где? Как? Давайте посмотрим. Вы идите, наверное, кофейку попейте, чайку там. Мы тут разберемся. Спасибо большое. Идите. Спасибо большое. Ой, ё-моё. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, чуть-чуть, чуть-чуть. Еще. Вот так, молодец. О, господи. Как же ты там хоть держался-то, а? К-к-к-к-крабиком. Как? Давай, 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 мужик. Сейчас мы тебя восстановим. Сейчас восстановим. Сейчас все хорошо будет. Давай. Ты же каким надо быть идиотом, чтобы такую дуру за руль посадить-то, а? Мной. Мной. Я. Ее. Ее. Мух. 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 Муж. На троих. Софья Николаевна, почему я вас не могу дождаться в наше совещание? Надежда Константиновна. Не время, не время на совещание в школе ЧП. Что случилось? Ну, пока еще не случилось, но может случиться, если мы не примем меры. Так, растолкуйте мне, что к чему. Скоро выпускной. Правильно? Правильно. А мне мой информатор сообщил, что старшеклассники занесли в школу ящик с коньяком и где-то спрятали. Ну, а почему вы решили, что это именно в учительской? Потому что именно в учительской мы бы с вами не искали. Ну да, в школе много укромных мест. Библиотека, подвал, туалет в конце концов. Но нигде нет. Я даже в мужской туалет заходила, но... А, да. Задача со звездочкой. Я думаю, с тремя неизвестными. Может быть, вызовем собаку с милиционером? Зачем собаку? Не надо собаку. Вызовите ко мне трудовика. Трудовика? Хорошо. Поняла. Ищем. Тихо. Тихо. Не дышайте. Не нюхайте. Здесь нюхаю только я. Здесь нюхать. Опа! Дядь Мизя, это то, что осталось со дня учителя. Нет. Ищите еще. Не то. Задета профессиональная гордость. Ага. Ну, дядь Мит, и что это такое? Это у географа в глобусе, это у остроома в телескопе, это биологичка в вазон зарыла, это Софья Николаевна у вас в Пушкине, а вот это... Не важно. Мы тебя просили найти ящик коньяка, который старшеклассники спрятали. А ты что нам припер? Все. Да-да, тревога двой. Этот злополучный ящик давно найден и уничтожен в веселой обстановке. Он мне говорит, я не вижу между строк. А я ему говорю, плохое зрение это ваши проблемы. Правильно, потому что нельзя экономить на окулистах. Вот, золотые слова. Это что вы за беспредел устроили, а? Я вас спрашиваю. Молодой человек. Во-первых, здравствуйте. Это финансовое учреждение. Поздоровайтесь, а потом уже говорите о ваших проблемах. Добрый день. Эй-яй-яй. Мало того, что вы не здороваетесь, как вы еще и обманываете меня. Какой он для вас добрый, если вы только что ворвались в истерику? Вы зачем мне морочите голову, а? Что у вас случилось, а? Что случилось? Я вчера у вас взял кредит, а вы сегодня уже 50 раз мне позвонили. Вы охренели, что ли? Молодой человек, ну поймите вы и нас. Позавчера это были наши деньги. Вы знаете, как сложно расставаться с деньгами, а? Слушайте, я все понимаю, но зачем вы мне звоните в 2 часа ночи? Вы что, не спите, что ли? Ну а как можно спать, если знаешь, что кто-то тебе должен 100 тысяч гривен? Так, короче, пожалуйста, вот договор ваш. Все, я возвращаю вам ваши деньги. Все, содолбали. Я пойду возьму кредит в другом банке. Я так понимаю, вы решили вернуть деньги и кинуть банк на процент. В смысле? Я не понял. Он не понял. Он не понимает. Молодой человек, вот здесь, в договоре, светло-серым, а белому, мелкими буквами написано, что в случае досрочного погашения кредита, клиент обязан выплатить банку сумму в 2 раза превышающую сумму кредита. Видели, не видели, вот ваша подпись. Тогда, наверное, я не буду возвращать кредит. Это мудрое решение. У вас есть задатки бизнесмена. Но еще мудрее будет просто оставить денежки здесь. И нам спокойней, и вам уже никто звонить не будет. Разумно? Ну да, действительно, наверное, так умнее, да. Ну, оставляйте и идите. Идите уже скорее. Но! Не забывайте выплачивать проценты за эту сумму. Боже, в наш банк. И мы не будем вам звонить. Да, действительно, я договорчик. Берите, берите. До свидания. Всего доброго. Вот неблагодарные люди, а. Мы им их проблемы решаем, а они... Не говорите, мы в наших сейфах храним для них наши деньги, а благодарности ноль. Ну, вот, собственно, пожалуйста. Большая у вас спальня. Да, знаете, мы, так сказать, любим, когда ничего не мешает. А кровать у вас большая. Да, не маленькая. Знаете, кровать у нас. Ну, так, чтобы три человека поместилось. Ой, ничего себе. Ну да. Ну, повезло, повезло. Ну, что же. А что вы хотели? Ой, Егорушка, как услышит у вас... Так потом всю ночь говорит, хочу, 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 хочу. Хочуха. Вы знаете, у меня муж тоже это очень любит, как я делаю. Я представляю себе. Нет, я тоже как бы делаю. Это, конечно, она тоже это все делает, но, видно, вы это делаете лучше. Да, безусловно, я даже не сомневаюсь, без обид. Я жене так и сказал, бери ручку, тетрадку, все записывай, чтобы повторила точь-в-точь. Да. Зачем записывать? Давайте я вам все покажу. Очень хорошо. А я все зарисую, чтобы понятнее было. Повезло нам с соседями. Это точно. Ну, так что, может, начнем, да? Да, пожалуй, начнем. Да. Ну что, давай толстячок раздевать. В смысле, а зачем раздеваться? Может, просто пройдем на кухню? Зачем зайти на кухню? Давайте в кровать. В кровати? Угу. Вот видишь, она своему мужу разрешает в кровати это делать, а ты меня в кухне всегда держишь. Ну, потому что, наверное, ее муж аккуратнее, чем ты. А ты, как начнешь, ляп-ляп, ляп-ляп по всей спальне. Понимаете, один раз даже в глаз попал мне. Я случайно. Потом убирай за ним неделю. Ого, прям так, да. Прям хотелось бы на такое посмотреть. Ну, как? Так а что там смотреть? Как я ем борщ? Ну, так. М? Какой борщ? Красный. Обычный, наш, простой, красный борщ. Я говорю, он как услышит у вас запах борща. Так потом говорит, хочу, 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 хочу. Я прям сейчас бы пару тарелок умял. Вы знаете, вам, наверное, послышалось, у нас никогда не было борща. Наверное, из 37-й квартиры. Из 37-й? Так что вы нам голову морочите? Пошли в 37-й же, что ли? Да. А вы все это время что предлагали? Я говорю, пошли, Абжора. Тебе все равно это неинтересно. Порщи, порщи. Здрасте. Здрасте. Дорожная полиция, сержант Скворцова. Я что-то нарушил? и что вы меня за это штрафуете но это как ты захочешь могу я вас а можете вы меня ничего себе то вас такие реформы в гаи на такая новая услуга отомсти гаишнику называет один час вместе нормально у меня к вам кстати претензии накопилось долларов на 200 так что оформляем у вас машине или у нас что можно вашей можно но доплата 100 долларов а если ты захочешь чтобы работал видеорегистратор это еще плюс 200 ну а если в самом конце ты захочешь сирену и мигалки давайте все таки в моей вот это я понимаю реформа гаи не то что в полиции кстати ваше вознаграждение как ты умела дубинкой обращаешься это с ума сойти а когда ты зубами наручники расстегнула я чуть не улетел а мне понравилось когда ты кричал это вам за аптечку а это вам за двойную сплошную ладно не смею вас больше задерживать спасибо я на следующей неделе тоже обязательно что-то нарушу еще разочек заеду кстати у нас действует гибкая система скидок и абонемент на посещение поэтому нарушайте до встречи до встречи я буду скучать ну шо спортсовом сподобалась тоби цеш краще не ж на трассе стоят ну да во первых не воняет маслом как фуре во вторых безопасно но в третьих практически легально ну давай мы их 50 процентов я пишу спать а че я плачу тебе вообще половину если я сама всю работу делаю потому что маслом не воняет безопасно и практически легально давай главное чтобы эти водители оставляли хорошие отзывы на сайте мвд тогда проституцию легализует агаи закроет это закрою стоп який сайт мвд какие отзывы но этот не заплатил за то чтобы фотки выставить в инстаграм и оставить отзывы на сайте мвд он еще хотел твитнуть какому-то министру но у него денег не хватило скворцова ты вообще идиотка или шо что блин если генерал узнает что у меня такая фигня на посту происходит да видишь меня ты мне самому отомстить ты не бойся может тебе понравится вообще сегодня ты мне помог а завтра я тебе помогу у нас же профессия с тобой похожая на троих